и затоки затоки тихого у нас там приезжих уже много очень уже очень много на море ходишь и как водичка ну что мы пожелаем нашим друзьям которые приедут к нам отдыхать что им пожелаем счастье и мира и добра и добра счастья мир и добра и не стреляй а как тебя зовут танечка а ты вот сегодня пришла на рынок с кем бабушка бабушка и а бабушка тебе что покупает ты уже знаешь все давай я у бабушки спрошу бабушка пока покупает что бабушка покупает внучки сегодня бабушка все покупает внучки сегодня на что бабушки хватает пенсии вот на полчаса внучки сегодня все значит счастья хватило на полчаса есть дедушка наш не был в море то бабушке хватило может быть на три дня пенсии а так ей на полчаса мы дождемся дедушку приезжайте к нам за только приезжайте море фрукты тепло мирно прекрасно замечательно почему у вас домашние абрикосы домашние по 18 рублей по 18 рублей откуда привезли то с белорода то есть то что на улице упала то и собрали нет на дереве растет на дереве растет все натуральное вот сливы это не моя это не ваша не слышали почем торгует женщина на дешевле 5 гривен за пакет у вас вам удачи привет как как зовут аня а ты с кем пришла на рынок сегодня с мамой с мамой а что пришли покупать капусту а ты что уже успела купить сегодня а ты приехала в белгород или живешь в белгороде приехала откуда приехал . откуда . а это что город а где находится волынская область на море уже была фрукты ела нравится у нас а а где отдыхаете в курортную классно ну поздравляю дорогие друзья возвращаясь к теме лета не забывайте приехать и отдохнуть потому что работа это конечно все хорошо а вот отдыхать отдыхать все-таки все рекомендуют летом и только у нас только у нас самое теплое черное море и самые вкусные и классные фрукты забрали вы последнюю вишню перед нами что будете делать чтобы готовить будет пирожки жареные с вишней с вишней а кому внукам внукам внуки приехали или внуки тут живут как вообще с внуками ходили уже отдыхать на пляж ездили в затоху да конечно они уже загорели и покупались в прошлом месяце но витамины уже пасем пасем закрутки делали все сделали остался только персик остался только персики когда мы будем готовить персик для людей которые не умеют готовить и которые в этом году может быть даже попытаются сделать персиковое варенье когда лучше всего покупать персик на варенье персик лучше всего покупать в августе месяце на варенье он тогда сладкий то сейчас мы ждем да сейчас сейчас едим и сейчас можно закручивать компоты из персика персик еще плотный очень хорошо идет на компот и на варенье еще такой персик не подходит вот так хорошо все рассказали внукам привет передадим как внуков зовут внукам привет как как привет внукам настя вика и катюшка целых трое девочки вот понятно теперь куда ушло ушла вся вишня с нашего рынка внуков все кормят вам всех благ всего доброго а это наше мы покупали мы знаем вкусно я вам серьезно говорю вот только мы еще не знаем почем она нынче 20 гривен на килограмм на варенье как думаете я хочу вареники еще с малиной подождите вареники со смородиной и еще с малинкой и малинками очень способ приготовления обычно делаем тесто оббираем бубочки кладем и штучки две малинки сахар добавлять надо будет обязательно пол чайной ложки готовьте и потом со сметаной да да отлично забирайте это вот все что осталось это все что осталось я только что видел вас просто огромными огромными пакетами забирали огурцы надо готовиться к зиме поэтому на закруточку всей опять по 6 килограмм но вот как человек который торгует огурцами наверняка вы знаете как их закрутить на зиму самый простой рецепт самый простой рецепт заготовки огурцов на зиму от лены человек который эти огурцы сюда доставил и тут же их продал так ну огурцы я только в этом году буду крутить потому что мне только 16 вот и я до 16 грудь и крутить нельзя нет я в основном варенье люблю и вот компоты огурцы это у нас бабуля это фирменное бабульное дело но вообще самый простой это взять веник купить огурцы маленькие и я обожаю малосольные это маленькие такие и соли ну соли как хотите и кто любит кислые такие вообще соляные а кто простые поэтому каждого на свой вкус но это самый обычный веник соль и сколько людей спрашиваю все так делают поэтому вот так вот не думайте покупать веник то что у нас озвучивается как веник это такой большой пучок травы укроп что туда еще входит кроме укропа листья ну в принципе на базар его легко купить он стоит 3-4 гривны и за вас уже все собрали так его и называют веник все сразу его берут в основном они у бабушек в тех рядах если будете крутить огурцы сначала зайдите к бабушкам возьмите веник а потом приходите сюда за огурчиками и забирайте забирайте можете не успеть гелиос но он по размеру как раз с гелиос а сколько такой один весит я вам поставлю 800 грамм один а есть кило 200 но с одного такого синяка наверное икры можно наделать как вы думаете я тоже так думаю можно она икру вообще пойдет такое делать если тоненькая шкурочка конечно пойдет у нас на рынке никогда не обманывают тут главное что тут главное вовремя прийти и забрать то что надо потому что вот можно долго не спать так как мы не приходите это уже поздновато вот видите на нас на нас огурцов уже не хватит но зато хватит синенький один без один пакет один без вот вот кто вас научил говорить еще один живу и у нас так здесь говорят прежде говорят совершенно по-другому а мы местные помним еще те золотые времена вот когда еще были простите евреи мы от них учились покупать и клубнику и огурцы они покупали малюсенькую клубничку она самая сладкая варенье а сейчас вот эти все гиганты варишь она как яблоко хрустит забирайте этот вес попали в водоворот покупок и покупатели сейчас мы тоже тут что-то купим а вы доверяете продавцу вот когда а у нее лицо доброе порядочное это мы тоже заметили что она не жадная человек который да да еще да 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 еще один красивый да достаточно вот не торгуемся у нас на я не торгуюсь нет я вижу и полетят под торговаться то спортивный интерес но там что там те копейки которые раньше что-то можно было купить хоть коробку спичек а сейчас зачем унижать продавца и себя тоже вариант я вам помогу конечно вы поняли как я знаю куда подойти но правильно я вам скажу вы вы мало того что удачно подошли вы еще и удачно купили спасибо всем привет кто меня знает огромные благополучия мира самое главное мира мира и процветания вам все блок как очень вкусный больше это совету тебе меньше вам деньги давать вы подержите расскажите какой самый вкусный больше как при сварить самый вкусный сколько денег рецепт как я варю что туда борщ идет буряк морковка мясо зажарка с буряком отдельно буряк я зажарку делаю с томатом картошка морковка и сладкий перец мясо лу и потом лучка это добавляю потом господи капусту да и вся эта зажарка добавляется туда и пучок я кидаю синдерея весь больше ну мне больше выходит за 40 минут здравствуйте можно у вас купить картошки нам нам надо такая чтоб на соус вот наверное или вот такая вкуснее но давайте наверно тут это точно это картошка которая покрупнее мужчины любят больше потому что ее легче чистить вот анатолий служил в армии он видел как чистит ее в ручками мы будем идти по легкому пути почистим ее шеточкой картошка молодая шкурка слетает просто сам нам нам надо килограмма 2 наверно 2 откуда вот картошка то удобно я же говорю сегодня удобно и сухолюжи оккупировали наш рыбу доме на черноземную а вот какая картошка лучше та которую привозят из полтавы виницы и нашим наша 40 дневка самая лучшая картошка потом идет а потом все остальное почему у вас ваша кукуруза красавица по 3 рубля честно опять же не заказывали напротив него а вы мне выберете это а давайте поторгуемся 10 по 250 чего качан большой так и я же 10 штук возьму по 3 по 3 грн кукуруза там тоже по 3 грн большой красивый по 280 по 280 10 штук нам отдадут все знакомые лица на рынке а выбирайте мне 10 штук потому что кукурузу между прочим вот в прошлом году мы по-моему здесь в этом городе за покупали кукурузу которую можно было есть сырой красота придем домой сварим кукурузы и возьмем с собой на море то что то о чем я говорил такую красоту не знаете почем в затоке продаю 10 я же говорю 10 гривен вареный ваши 30 здравствуйте василий дмитриевич кукуруза по 3 можно торговать 10 по 2 80 но хорошая василий дмитриевич а что вы сегодня купили сейчас что я купил ну да смотрю рыбу ходите рыбу за за рыба и почем карп будете сами готовить или домашним отдадите я вот все домашним это нет но я думаю что домашним отдам есть не буду кто не знает расскажу василий дмитриевич кисе глава общественного совета города белгород-днестровского тоже ходит на рынок тоже как и все мы покупают рыбу и спали прочую картошку все картошку почему мы дарили здесь по 650 нормально удачи да вам ходить дальше за покупками и мы пошли дальше за северам удачи вы комментируете так чтобы вам допускали еще не не ну куда куда ж мы уж еще ниже то такие кочаны то